Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня продолжаем тему ароматов, парфюмов. Но сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию винтажные парфюмы, которые уже сняты с производства, их уже не выпускают. Но они потрясающе красивые, манящие, замечательные, шлейфовые. В общем, начнём. Первый аромат, который я хотела бы представить, это Ван Клифф энд Арпельс. Эта компания была создана в 1893 году, когда поженились дети-огранщика драгоценных камней и торговцы бриллиантами Ван Клифф и Арпельс. И развиваясь, этот дом делал ювелирные украшения совершенно нереальной красоты, если вы откроете интернет и посмотрите, какие шедевры они выпускали. Это просто поражает и удивляет. А впоследствии, уже в наше время, была создана линия парфюмерии. И выпустили они аромат, в том числе, вот Ван Клифф. Так он и называется. В удивительном, красивейшем флаконе, напоминающем половинку ограненного кристалла, алмаза, бриллианта. Вот как правильно говорить, потому что алмазы – это необработанные, а когда придается форма в виде 57 граней, то это уже называется бриллиант. Вот этот замечательный абсолютно флакон, произведение искусства, хрусталь. Вот такая крышка хрустальная. Аромат цветочно-восточный, но так, как я люблю. Он, как сказать, не тяжелый, но и нелегкий. Он скорее подойдет на вечернее время, потому что он содержит и розу, и жасмин, и белый кедр, и бобы тонко, и апельсиновый цвет флердораж, и бергамот. В общем, это такая смесь достаточно терпкая, но в то же время очень такая волнительная. Этот аромат действительно поражает, и буквально прям вот с первого ощущения его он не позволил пройти мимо. Я его очень люблю, очень ценю, и, как все винтажные вещи, очень берегу. Также в флаконе, не уступающем по своей красоте, дезодорант, вот такой флакон, вот такая замечательная крышечка в виде половиночки бриллианта. В общем, удивительные вещи. Также хотела бы предложить вам редкость уже в наше время, «Нодухи» от компании «Эскада», от парфюмерного модного дома «Эскада». У них очень много ароматов. Я приобретала не один, но пришлось все раздарить, потому что не очень как бы они ложились мне в мое восприятие. Но вот это – это шедевр. Аккуратненько. По капельке стеклянной палочкой беру этот парфюм, потому что уже давно его не выпускают. Но здесь практически чистый гиацинт. То, что я обожаю. Здесь очень много и персика, и кокоса, и бергамот, и ланг-эланг, и жасмин, гвоздика, и ирис, сандал, ваниль, мускус. Вот сколько всего в этом аромате. Ну и также дезодорант. Тоже в очень красивом флаконе. Это Маргарита Лей. Это имя основательницы компании «Эскада». Они вместе со своим мужем, с Вольфгангом, создали эту компанию в 1976 году. А вот этот аромат появился в 1990 году. Но уже где-то к году 98-99 уже его в производстве не было. И почему-то нет ни туалетной, ни парфюмерной воды. Вот Маргарита Лей. Замечательный, уникальный аромат. Ну и так же, как и уникальные флаконы. А здесь, так интересно, на крышечке сердечки выбиты. В общем, это и вкусно, но это еще и красиво. Жаль только, вот как я уже говорила, что нельзя это хранить на туалетном столике. Храню как музейную ценность в коробочках. Еще хотела бы предложить вам потрясающий аромат «Кристобаль» от «Баленсиаги». Он выпущен в 1998 году. А парфюмер... Сейчас скажу, Оливье Геотен. Это испанский дом. Но выпускается парфюмерия в Париже. Вот такой замечательный флакон. «Кристобаль». Впервые я услышала «Баленсиагу», когда моей свекрови на 55-летие ее подарили флакон духов. И я так мечтала о тех духах, но в продаже их почему-то не было. И вот потом я приобрела «Кристобаль». «Кристобаль» был выпущен в 1998 году. И здесь лист инжира, гвоздика и бергамот. А также пион, фрезия и жасмин. Представляете, сколько вот этой вкусности в этом аромате. Кроме того, здесь пачоли, сандал и ваниль. Мне, кстати, задали вопрос. Зачем вы покупаете духи, в которых практически одни и те же ингредиенты, компоненты? Я вам отвечу на этот вопрос. Дело в том, что все формулы разные. И если в одном, вот, допустим, как в эскаде, здесь гиацинт, и я другого, лично я другого не слышу. Хотя кто-то говорит, что откуда здесь? Здесь больше апельсином, цитрусом каким-то. Я вообще не ощущаю цитрусовые. Вот, поэтому покупаю то, что нравится. Они не похожи между собой. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Среди моих приятельниц и знакомых практически нет моих единомышленниц. Все предпочитают либо чисто цветочные ароматы, либо гурманские ароматы, очень сладкие такие, либо белые цветы, зеленый чай, вот что-то такое свежее. А вот к Востоку, к шипрам, никто положительно не относится. К сожалению. И хотела бы представить любимца своего Кензо Кассенбьюм. В переводе с французского «Пахнет приятно» называется. Этим парфюмом я пользовалась в 93-м, 94-м, 95-м годах. Потом он пропал. И я очень долго его искала. Вот это известная роза от Кензо. И года три, наверное, назад моя клиентка полетела во Францию. И я извинилась, попросила ее, если вдруг будет, пожалуйста, Катя, привезите мне. Но там не оказалось. Но каким-то образом она нашла это в Москве и подарила мне вот это Кензо. Катюша, спасибо большое. Если будете смотреть, благодарю, люблю, обожаю. Это вообще несравнимый аромат. И я, когда его надеваю, я вот просто воодушевляюсь, я лечу. Ну, супер. И я его тоже... Ну, я, в общем, все берегу вот так. Прыс-прыс и все. И жалко и убираю. Ну, поэтому подолгу они у меня хранятся. К сожалению, Кензо Токадо, тот, кто создал вот этот модный бренд Кензо, ударение правильно ставить на первый слог, именно Кензо, он пару лет назад скончался от ковида. Вот в самом начале пандемии он в Париже скончался. Очень жаль, что уходят такие величайшие маэстро. Поистине волшебники в парфюмерии. Но память о них остается с нами в этих чудесных флаконах, волшебных флаконах. Спасибо им большое. Вот, что я хотела сегодня вам рассказать. По времени я укладываюсь в свои 12 минут. Благодарю вас всех за то, что вы были со мной. Благодарю подписчиков. Их прибавилось за эти выходные. И я вам искренне признательна. Спасибо. У меня правда вырастают крылья. Мне так приятно, что вам это нравится. И я готова продолжать дальше. Ну, есть еще порох в пороховницах. Так что на несколько видео у меня парфюмов хватит. Спасибо большое. Желаю всем здоровья, мира, покоя, радости, несмотря ни на что. С уважением. Ваша Светлана. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.